Илон Маск задумался об уходе с работы и превращении в лидера мнений на постоянной основе. Обновленный Cybertruck попал в объективы камер. Mercedes-Benz первой в мире сертифицировала автопилот третьего уровня. В Италии разработали робота-гуманоида с четырьмя реактивными двигателями. На эти и другие темы поговорим прямо сейчас. Я желаю вам приятного просмотра. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну а мы начинаем. Традиция заигрывания с общественным мнением уже сыграла с Илоном Маском злую шутку. Когда высказывания о намерениях приватизации Тесла обернулись судебным преследованием и штрафом. Теперь эксцентричный миллиардер решил узнать у пользователей Твиттер, а не лучше ли ему будет уйти с поста генерального директора, возглавляемых им компаний. Тесла, SpaceX и других. На своей странице на этой неделе Маск написал, что подумывает об уходе с работы и превращении в лидера мнений на постоянной основе. Данные рассуждения он сопроводил предложением к публике поделиться своим мнением на эту тему. На январском отчетном мероприятии Тесла в этом году он заявил о намерениях оставаться генеральным директором компании на протяжении еще нескольких лет. Но на квартальных конференциях пообещал впредь появляться только по исключительно важным поводам. Миллиардер в тот момент пожаловался, что работает буквально с утра до ночи, 7 дней в неделю, оставляя время лишь на сон. Он признался, что хотел бы располагать каким-то свободным временем. В то же время на испытательном полигоне Тесла во Фримонте был замечен футуристический пикап Cybertruck. Автомобиль претерпел некоторые конструктивные изменения. На видео можно рассмотреть, что у электропикапа появились боковые зеркала и крупный дворник на лобовом стекле, а также две передние фары вместо одной сплошной. Илон Маск отметил, что по закону производитель обязан поставлять машины с боковыми зеркалами, но после покупки владельцы имеют право их убрать. «Больше всего меня беспокоит дворник. Нет легкого решения. Реализовать выдвижной дворник, который складывается под капот, было бы идеально, но сложно», сообщил Маск. Видимо, про лазеры для очистки лобового стекла, на которые Тесла получила патент в 2021 году, придется забыть. Также Илон добавил, что текущий внешний вид Cybertruck не является окончательным, и перед запуском массового производства будет сделано еще несколько изменений. Точной даты старта продаж пока нет, но ожидается, что это будет в конце 2022 года. На прошлой неделе компания Mercedes-Benz стала первым автопроизводителем, получившим разрешение от регулятора на использование системы автономного управления третьего уровня. Так называемый Drive Pilot, позволяющий двигаться в плотном потоке со скоростью до 60 км в час, по нанесенным на карту трассам, дебютирует в следующем году в новых седанах класса S и EQS. Федеральное министерство транспорта Германии удостоверилось, что система Drive Pilot безопасна и выдала Mercedes-Benz разрешение на ее использование, причем начиная с первого полугодия 2022 года. Новый Drive Pilot обладает настоящей автономностью. Система состоит из радара, лидара, камер, микрофонов для распознавания спецсигналов, датчика влажности, а также из высокоточной спутниковой навигационной системы, которая определяет положение автомобиля на карте. Во включенном состоянии автопилот способен реагировать на неожиданные ситуации на дороге и совершить необходимые маневры. У водителя появляется возможность отвлечься, не рискуя попасть в ДТП. Тем не менее, не следует забывать, что Drive Pilot функционирует только на заранее размеченной и нанесенной на карте дороге. При этом скорость работы системы ограничивается пока 60 км в час, то есть на скоростных трассах воспользоваться ею будет нельзя. В инновационном центре Бирюч завершили очередной этап разработки собственного беспилотного транспортного средства. Аэротакси создается в рамках инициативы Healthy Innovation. Прототип Hi-Fly Taxi уже может совершать беспилотные полеты на дальность до 15 км и перевозить грузы массой до 120 кг. На разработку текущей версии аэротакси потребовалось менее года. Прототип выполнен по схеме мультикоптера с 16 электрическими двигателями, расположенными в двух плоскостях. Двухъярусный летательный аппарат позволяет достичь оптимального соотношения за счет обеспечения устойчивости винтами верхнего яруса, а маневренности винтами нижнего яруса. Надежность системы позволяет продолжать полет и осуществлять посадку даже в случае выхода из строя до четырех двигателей. В качестве аккумуляторов на первом этапе используются литий-ионные. В будущем для достижения целевых показателей проекта и возможности осуществлять полеты с учетом климатических особенностей в России, в том числе в условиях Крайнего Севера, разработчики создают альтернативные источники энергии, делая ставку на мембранные технологии. Аэротакси разрабатывается в рамках создания многофункциональной платформы HiFly. Проектом предусмотрено и уже ведется создание грузового беспилотного летательного аппарата HiFly Cargo, включая медицинскую, противопожарную, эвакуационную, полицейскую и другие модификации. Кукла Чаки на максималках. Робот высотой с ребенка и пугающим белым кукольным лицом может стать первым летающим механическим гуманоидом. Исследователи из итальянского технологического института разрабатывают систему, которая позволит Iron Cup летать и зависать за счет четырех реактивных двигателей. Два из них закреплены на спине робота в виде ранца, еще двумя заканчиваются руки. До реального полета дело пока не дошло. Сначала было тестирование Iron Cup при помощи компьютерного моделирования. Затем проверка старта. Но исследователи уверены, что Iron Cup ждет судьба Железного Человека из комиксов Marvel. Высота робота 104 сантиметра, вес около 22 килограммов. В ходе тестов на нем были огнестойкие штаны серебристого цвета для защиты деталей. Создатели искусственного гуманоида ребенка считают, что тот мог бы быть полезен в качестве специалиста по обслуживанию и строителя на больших высотах. Они также вдохновились британским изобретателем и основателем технологического стартапа Gravity Ричардом Браулингом. Он создал летающий костюм, потому разработчики считают Iron Cup хорошим объектом для испытания экзоскелетов с реактивным ранцем. На дне технологий японская компания Sony показала, над чем сейчас трудятся ее инженеры из отдела R&D. Как выяснилось, помимо обновления технологии осязания и трехмерного звука для PlayStation 5, Sony работает над роботизированной рукой, меняющей силу хвата в зависимости от характеристик объекта, дисплеями для просмотра кино в виртуальной реальности, а также слегка антиутопической системой глобального наблюдения. Интересная разработка Sony – дисплей OLED с разрешением 4К на каждый глаз. Хотя гарнитура, которую компания использовала в презентации, явно была прототипом для внутреннего использования, опубликованные характеристики навевали воспоминания о слухах, ходивших о PlayStation VR 2. Компания не ответила журналистам, когда стоит ждать появления этих дисплеев в реальном продукте, но заявила, что различные отделы уже ищут способы интегрировать разработку в новинки. Также Sony показала манипулятор – механический захват, вроде тех, которые применяются на автоматизированных производствах. Новое в нем то, что клешня способна адаптировать силу хвата в зависимости от объекта, не роняя при этом даже самые хрупкие предметы, вроде овощей или бутонов цветов. Компания предлагает применять технологию для производства роботов-поваров. Недавно одно из подразделений корпорации запустило инициативу гастронами Flagship Project по созданию искусственного интеллекта, способного готовить не хуже шеф-поваров мирового уровня. Друзья, я благодарю вас за просмотр этого видео. Обязательно поставьте ему огромный космический лайк. Не забывайте подписываться на наш канал и жать колокольчик для получения уведомлений о новых выпусках на нашем канале. Пишите свои комментарии внизу и подписывайтесь на все наши полезные ресурсы, ссылки на которые вы сможете найти в описании. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Желаю вам отличного новогоднего настроения. Увидимся в следующем выпуске. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...